Ну что, как, собственно говоря, я предупреждал, из шкафа РПЦ вывелился очередной скелет. Но, надо сказать, скелет достаточно увесистый, я имею в виду гомосексуальный скандал, подробности которого огласил дьякон Кураев. Честно говоря, я не очень понимаю ажиатации по этому поводу, но мало того, что об этом все вроде бы были предупреждены и обязаны были быть к этому готовыми. Но я не очень понимаю истерики по этому поводу, поскольку все происходящее является настолько нормативным, настолько в церковных кругах, изначально, в принципе, даже не обсуждаем. Это стабильное состояние, и странно сейчас видеть Кураева, который идет почему-то с шестерок, хотя у него на руках есть и козыри. Он все бродит, как бы, как кот вокруг горячей каши по всяким провинциальным жидкобородым архиереям и не решается, и я надеюсь, для его просто благо, что он не решится перейти к каким-нибудь другим именам и фамилиям. Хотя в одном месте он ту самую опасную черту, за которой уже корпорация начинает всерьез беспокоиться, он переступил, я имею в виду историю с Никодимом, митрополитом ленинградским, новгородским и всем гнездом Никодима и птенцами гнезда Никодимова, то есть там Маркелом, Модестом, Анафаном, Елицких, Януарием и всеми остальными. Но вообще удивления по поводу гомосексуализма в церкви быть не должно. Надо понимать, что всюду, где есть люди, всюду абсолютно, есть сексуальная жизнь. То, что вы верите всерьез в декларации о целомудрии, о воздержании, это ваши личные трудности, с таким же успехом можно начать, сидя в кино и рассматривая актера, который играет роль Винниту, встать в середине сеанса и задать ему какой-нибудь вопрос. То есть это ваши проблемы, что вы в это верите. На самом деле внутри церкви этого никто всерьез не воспринимает. И эта половая жизнь, естественно, есть либо она, либо ее очень своеобразные древаты, то есть производные. И что уж говорить о живущих в режиме перекрестного опыления церковниках, современных, мелких, незнаменитых, обычных, если даже столпы, даже светочи христианства демонстрировали поведение совершенно другого типа. Но это все пока словоблудие, но давайте обратимся, как всегда, к источникам. Есть, был вернее, замечательный профессор Альхандро Вилла, это Миланский университет, где-то в годах в 1915-1917-х он предпринял очень фундаментальное, роскошное исследование, как раз вот по аскетике, потому что на самом деле ощущали и переживали аскеты. Давайте посмотрим, как относились к половому вопросу и как жил половой вопрос в тех, кто считается основателями, светочами и примерами для подражания. Вообще, надо сказать, что свой труд, профессор Вилла начинает замечательными словами, «Жизнь аскетов есть не что иное, как беспрерывная психическая мастурбация. Ничто так не интересует отшельников, как жизнь проституток и грешные земные страсти». Святой Августин рассказывает, как его мучили эротические видения и галлюцинации. Далее идет описание эротических видений и галлюцинаций, известных каждому семинаристу или каждому богослову. Он же подробно цитирует исследование Доминика Морелли о святой Анжеле. Та в борьбе со сладострастными порывами, по собственным ее словам, была вынуждена прибегать к следующим средствам. Цитирую. «Огонь желания так сильно разжигал тайные части моего тела, что я приучилась прикладывать к ним настоящий огонь на горящем полене, который тушил огонь сладострастия». Святой Бенедикт, борясь с половым возбуждением, вынужден был бросаться в обнаженном виде в кустарник, в густой колючий терновник. Святой Франциск кувыркался нагишом по снегу и так далее, так далее, так далее. Причем страсти заходили так далеко, что, в частности, вот святой Арсений, которого постоянно мучили блудные вожделения, который сопротивлялся каким-то образом им и бывал им и побежден, то он был столь преисполнен раскаяния, что от постоянного плача у него отвалились ресницы. Таких примеров очень много. Причем, надо сказать, что эта сексуальность, она всегда приобретала забавные формы. Например, святая Вероника, она настолько почитала Агнца Небесного, что всегда с собой в кровать брала настоящего Агнца, покрывала его горячими поцелуями, позволяла ему сосать свою грудь, которую иногда источало несколько капель молока. И вот эта вот агрессия в отношении естественных человеческих устремлений, сексуальных, она находила в церкви всегда очень забавное выражение, в частности, в постоянных оскорблениях женщины. Вот и Вилла тоже пишет, все писания отцов церкви переполнены ужаснейшими, оскорбительными и непристойнейшими оскорблениями в адрес женщин. Святой Петр говорил, что женщина первопричина гибели человечества, дверь, ведущая в ад. Она повинна во всех грехах человека. Святой Антоний, любезно определив женщину, как начало всякого преступления и орудия дьявола, тоже дает ей очень развернутую и предельно мерзкую характеристику. Но вот эта вот попытка сбить себя со следуя, отвлечь себя от женщины, она не случайна. Я многократно объяснял механизм церковного гомосексуализма и могу сказать, что тех, кто этот механизм смазывает, держит его в порядке, кто наблюдает за ним, в общем, понять можно, потому что, наверное, в условиях церкви это правильно. Дело в том, что гомосексуализм является как бы тем цементиком, тем клеем, который изнутри скрепляет церковь. Дело в том, что как только появляются девушки на горизонте, сразу начинаются большие беды и проблемы. Вот даже в Питере за последнее время, совсем вот просто, даже за последние полгода, три скандала, когда не то, что там какие-то иноки, а целые настоятели монастырей срывали с себя клобук, брали под мышку приглянувшуюся послушницу и навсегда прорывали с монашеским делом. Я знаю еще несколько иноков, которые увели, здесь недавно один гостил, которые увели из монастыря девиц, послушниц, монахини и так далее. То есть везде, где появляется страшная сила под названием девушки, сразу происходит то, что называется большие церковные нестроения. А мальчики, розовые и гибкие, они как бы, ну, деваться им, во-первых, некуда. Во-вторых, надо понимать, что здоровые ражи, ни черта не делающие мужики, которые очень много едят и абсолютно ничем не заняты, пребывающие в праздности и болтовне, имея в виду монашество и церковников, конечно, им надо каким-то образом решать свои сексуальные вопросы, они решают его безопасным для себя образом, безопасным и традиционным. Так что в этом, на самом деле, ничего удивительного нет. Что же касается храбреца Кураева. Ну, конечно, конечно. Было бы неплохо, если бы он продолжил свое изыскание и продолжил бы баловать всех, мне вот тут просто принесли распечатки, баловать всех удивительной правдой у Русской Православной Церкви. Потому что, ну, он это делает достаточно ответственно, хорошо систематизирует и снабжает хорошим иллюстративным материалом. Но, как знаток этой ситуации, я бы все-таки советовал Кураеву то, что называется из ситуации уносить ноги. Будем надеяться, что он никак не повредит заднюю ушную артерию в результате серии неаккуратных ударов об унитаз, как это уже бывало с некоторыми, которые, кстати, еще ждут отмщения, вероятно. И что из этой истории по крайней мере ему удастся выйти целым. Поскольку дядька, он так или иначе очень симпатичный.